Ребят, сегодня я презентую вам новый морской аквариум, который будет входить в линейку Green Art. Он очень похож на Junior, но есть некоторые отличия. Он чуть-чуть побольше. Сейчас покажу и расскажу по характеристикам. Вот он, этот наш красавчик. Он называется Cube 40 X3. Почему Cube? Потому что он полностью кубический. У него каждая сторона одинаковая. Длина его 40 см, ширина его 40 см и высота его также 40 см. Поэтому Cube 40. Почему X3? Это количество секций. В этом аквариуме, ну это аквариум с задним сампом, как все мои морские аквариумы, и у него 3 секции. Я сделал такую градацию, потому что в ближайшем будущем, через месяца полтора, появятся у меня такие же аквариумы, только X2. То есть будет 2 секции здесь. X3 это больше для тех, кто любит все разложить по полочкам, у кого нужно, чтобы было все сегментировано. А X2 это для тех, кто хочет получить больше свободного пространства в сампе, для того, чтобы можно было туда разместить какое-то более объемное оборудование. Итак, 40 на 40 на 40 это габариты этого аквариума. 64 литра, но если не считать толщины стекол, да, если не считать какого-то недолива, то около 60 литров объем этого аквариума. Стекло здесь осветленное, то есть это светлое стекло, которое не отдает зелень практически. У этих аквариумов, ну как и у всех моих аквариумов, очень тонкий шов из прозрачного силикона. Задняя стенка выполнена из акриловой панели сплошной, у которой есть прорези в верхней части и также прорези в нижней части. Это такое решение для того, чтобы вот при таком небольшом, такой небольшой длине прорезей, чтобы у нас не было затруднений с проходом воды, сделали их и сверху, и снизу. Здесь у нас акриловая панель полностью, она наклеена на стекло, на стеклянную стенку. Ну, три отсека, как я уже сказал, давайте посмотрим на них. Здесь у нас, кстати, вот этот отсек, где нижняя прорезь, здесь есть еще менее такой отсек, в котором, если какой-то песок где-то будет поступать через нижнюю часть, то он будет задерживаться вот в этом маленьком отсеке, из которого тонким шлангом можно будет его отсифонить. Сюда этот песок и какая-то тяжелая грязь не будет проходить. Ну и, соответственно, во все остальные отсеки также будет проходить только вода. Циркуляция, как я уже сказал, у нас будет проходить через две вот этих решетки в первый отсек. С первого отсека она пойдет во второй, и с второго, уже в третий, здесь у нас будет размещаться возвратная помпа. И вот здесь отверстие для вывода насадки, возвратной помпы. Боковые и задняя стенка, здесь получается у нас, они заклеены пленкой Oracle, чтобы, ну, чтобы все их внутренности, которые технической зоны, их не было видно визуально. На Reptilium я решил представлять эту новую модель, и для этого я перенесу сегодня из своего джуниора всю живность, декорацию, песок, полностью весь аквариум перенесу в этот куб. Сейчас перенесем его и посмотрим уже в запущенном состоянии, как он будет выглядеть с кораллами, с рыбами и при морском свете. Вот так у нас сейчас выглядит джуниор, из которого мы сегодня будем все переносить. Тот аквариум по ширине-то он такой же, 40 сантиметров, а вот в длину по 2 сантиметра здесь и здесь будет побольше. Вроде как незначительно, но я думаю, что вот здесь декорация у нас практически от стенки до стенки. И какие-то кораллы уже практически прикасаются к боковым стенкам. Я думаю, что те 40 сантиметров позволят нам немножко расшириться и отодвинуть кораллы от боковых стенок. Так, процесс пошел. Вот я слил почти всю воду, оставил тут немножко клоуном, так как проще будет поймать. Воду слил в эту бочку. И сейчас декорацию со всеми кораллами, которые на ней, я сразу прям в эту же бочку и перемещу. И позже, в общем-то, краб там у нас уже воды нет, а краб никак не может от актини от своей анимоновой, от актини отойти, расстаться с ней. Так, все, что здесь у нас живое есть, я тоже перенесу в эту бочку. Будет здесь оно пережидать, а я потом первым делом в новый аквариум перенесу грунт. Так, ну что, попробуем поднять. У нас тут ксении наросло. Кошмар. Она уже на стенку пошла. Так, надо как-то взять, чтобы никого не раздавить. Она немножко скользкая из-за ксении. Так. Плюшка у нас здесь. Опа. Вот чем прелесть декорации. Ты можешь полностью сделать переезд в 5 секунд. Так, а здесь у нас, ну, вон, собака, здесь у нас креветки. Это кукенталя, огромная какая. Ух. Там бундермани. Еще. Так, тут актини, еще одна плюшка. Вот я его сейчас первый. Переместим. Сюда же. Так. Вот тут у нас фунгия погибла. Не знаю, что-то ей не понравилось. Оранжевая была красивая. Но я ее не выкидываю пока, потому что фунгии имеют такое свойство размножаться через скелет старой материнской фунгии. Поэтому я его пока держу. Может быть, что-то отсюда еще вырастет. Есть у меня надежда. Так, актини, вот тут я переместил из своего старого, ой, из большого аквариума. Вчера у меня размолола криспу. И вот я ее сюда поместил, не знаю, выживет она, сдохнет, сдохнет, наверное. Но пока я ее не выкидывал. Так, здесь у меня сырткофитон длиннополитный. На плашке прям такой аккуратненький. Так. Актини. Вот одна здесь как-то распласталась. Она упала, была на стенке. Когда сливал воду, она упала. Вот она у нас. Давай сюда пока. Вот красная актини, очень красивая. Недавно я ее купил. Так, ну, и она прилепилась у меня к передней стенке как-то не к село, не к городу. Но я ее не трогал. Потому что знал, что все равно буду переносить все. Так. Это у меня плашки с зонтами. Куда она сюда пока? Это еще одна плюшка. Небольшая. Так. И еще у меня здесь есть... А, вот песчаная актиния. Сидит, закопалась в песке такая. Так, сюда ее. Еще у меня здесь есть улитки. А, вон там креветка секси. Тоже редко ее вижу. Вот сейчас, когда никого нет, никакой декорации. Она здесь ее разглядеть можно. Так, и здесь у меня есть еще улитки в Вавилонии. Ну, они зарылись. Ну, вот, например. Одна. Ну-ка, иди сюда. Вот она. В Вавилонии прикольно выползает из грунта, когда я начинаю кормить рыб. Они сразу чувствуют еду и сразу же выползают просто с большой скоростью. Удивительно. Так, ладно. Сейчас я вылавливаю рыб и начинаю заниматься грунтом. А, чуть не забыл. У меня же здесь анемоновый краб со своей подругой. Давай. Пошли. Надо ее снять. Он без нее не хочет. Так. Вместе с Аттиней. Новый аквариум на месте. Грунт уже в аквариуме. Грунт старый. Я его прополоскал в соленой воде, насколько можно было. Понятно, что он все равно еще грязный, но здесь есть бактерии, в общем-то. Это его основная ценность здесь в бактериях. Потому что это не перезапуск, это просто перенос. Постарались биологию сохранить. В Сампе у нас в двух отсеках бионаполнитель. Еще старый. Двугодовалый. Так. Светильник установили. Теперь потихонечку, совсем очень аккуратно, будем стараться залить воду, чтобы по минимуму намутить. Чтобы при заливке воды как можно меньше намутить, я вот этот полиэтиленовый пакет застелю на дно, на грунт, чтобы вода, которая у нас будет бить вниз, чтобы она оказывала минимальное воздействие на грунт. Самое ответственное это начало, когда самые первые литры попадают не в воду, а именно непосредственно на грунт. И поэтому здесь надо вот не намутить. я взял самый тоненький шланг, взял вот так, на стремянку поставил, чтобы был перепад высот, и чтобы самотеком нам сейчас запустить воду. Так, вода пошла. И вот так потихонечку, сейчас никуда не спешим. Пусть так по чуть-чуть вода идет. Так. Вы знаете, мне это напомнило капельный метод. Капельный метод наполнения аквариума. Очень-очень медленно. Вот минут, наверное, уже 15. Я его наливаю. Подливаю сюда по чуть-чуть. Чтобы это ведро было полное. Но зато смотрите, какой результат. Смотрите. Вода абсолютно чистая. То есть грунт совсем не намутили. Нисколько, ничего, нигде. Прям вот отлично. Если так и дальше пойдет, то все у нас хорошо получится. Ну вот больше половины аквариума залили. Можно сказать идеально. Вода чистейшая. Ничего не взмутили. Самка еще пустой. В САМПе еще воды нет. Так. Ну, я думаю, что высоты уже достаточно для того, чтобы декорацию перенести. Так. Аккуратно. Нам сейчас тут светильник будет мешать. Я, наверное, светильник вот рано поставил. Потому что декорация сейчас со светильником у нас. Если я ее наклоню, то плюшка упадет. Так. Одной рукой неудобно, придется камеру выключить. Ура! Декорацию поставили. Немножко здесь капли остались. Но ничего страшного. Это мелочи. Все вытрем. Да, действительно, декорация у нас скрыта сейчас под водой. Аквариум всего на 4 сантиметра выше. Ну вот, перезапустили аквариум. Все, декорация здесь. Циркуляцию запустили. Свет выключен, потому что уже поздно. У нас уже 11-й час. Свет выключается в 9. Так что при свете его уже увидим завтра. Так, ну вот, уже на следующий день доснимаю видео при включенном свете. Вот так выглядит этот аквариум. Да, визуально он побольше. Так, вроде бы по габаритам не особо больше. Но здесь у самой декорации есть теперь вокруг какое-то пространство. Этот аквариум у меня поедет на рептилиум. Поэтому я специально его под рептилиум и выращиваю видовой состав кораллов. Здесь основная часть сверху. Это ксения пульсирующая. По низу здесь саркофитон длиннополипный. Вот эта ксения внизу, это как бы такой отщепенец, которого я не планировал, но он сам оторвался. Сюда прилип. Посередине у нас тут плюшка трахефилия. И есть несколько актиний. Актинии не все сейчас видны. Вот видна актиния. Вот здесь сбоку актиния. И в ней анимоновый краб мой маленький. А по рыбам у нас тут клоуны. Два клоуна, которые подразумевалось, что будут Black Storm. Но никакого блэка я тут не вижу. Уже давно они у меня сидят. Должны были окраситься. У моего клиента, которому мы покупали Black Storm, они уже окрасились полностью в черный цвет. А мои так и остаются с оранжевым окрасом. Похоже, нихрена они не перекрасятся. Так, это один. А второй? Второй где-то здесь. Не вижу его. Там вот еще одна. А, вон он. Актинии. Там еще одна актиния. Также здесь есть еще собака Мидос. Желтая собака. Но что-то я ее не вижу. Куда-то она спряталась. Где-то под декорацией сидит. Ну ладно. Позже ее увидите. Увидите уже на Рептилиуме. Кстати, Рептилиум уже анонсирован. Он пройдет 8-9 июня. На Шарико-Подшипниковой улице. Где и в прошлом году был. И в позапрошлом году где был. Это метро Дубровка. Более подробно по адресу я еще объявлю попозже. В общем, эти аквариумы будут продаваться как комплектами полностью с оборудованием, так и отдельно аквариумами. Эти позиции вы найдете на сайте greenart.su. Там же будут указаны и цены. Свой старый аквариум, который я вот сейчас помыл, я буду продавать. Кто собирался купить недорого морской аквариум с внутренним сампом, свой старый аквариум я буду продавать за 7000 рублей вместе с помпой возвратной. Пишите мне в Директ в Телеграме. Ссылку на свой Директ в Телеграме я оставлю в описании под этим видео. Вообще подписывайтесь на мой Телеграм-канал, потому что там основная движуха, там основные объявления, какие-то акции. И все мероприятия, которые я провожу, я в любом случае их освещаю в своем Телеграм-канале. Ссылка также будет в описании под этим видео. На сегодня у меня все. Если видео понравилось, ставьте лайк. Давайте. До связи.